Привет, болельщик Хоккей Юга! Сегодня мы с тобой посмотрим обзор на второй матч финальной серии Кубка Гагарина Металлург СКА. Поехали! В первом периоде команда СКА молниеносно просто начинает давить команду Металлург просто осаживая ворота, не дав не понять ничего, что происходит на льду и команда Металлург, теряясь в пятером, обороняется против пятерки команды СКА просто нереальные давят и давят и давят, Металлург ничего не может понять что такое, что случилось, почему мы дома и нас жмут просто как бетонной стеной и немножко, конечно, команда Металлург получается вырвать инициативу прервать сумасшедшую атаку команды СКА Мазякин пытается войти в чужую зону, не успев пересечь линию Кетов цепляет Мазякина тем самым Мазякин падает Судьи дают Кетову две минуты штрафа за задержку игрока Команда Металлург осталась в большинстве получается у них немножко задержаться в зоне команды СКА и тут прекрасно видно, что команда Металлург в своем большинстве придумывает что-то новенькое и Ян Коварш оказывается за воротами немножко похоже на большинство команды СКА вот такая вот у них новая фишка видимо, хотели удивить команду СКА Команде Металлург удается забить первую шайбу а именно это Ян Коварш такой этакий злостный хулиган на льду кстати, Ян Коварш забивает свой первый гол в трехсотом матче проведя за команду Металлург и так, вбрасывание на центре поля СКА опять начинает атаковать опять же зажимая команду Металлург своим воротом не дав никаких шансов команде Металлург что-то сделать, что-то реализовать куда-то паснуть тут же команда СКА перехватывает инициативу и просто молниеносными силами давит команду Металлург Мазякина что-то получает и Мазякин прямо из-под херсли неожиданно атакует ворота Шестеркина но неудачно у него это получается и во время броска клюшка уходит вверх и задевает лицо херсли тем самым судьи дают Мазякину две минуты штрафа и так у нас Металлург остается в меньшинстве как известно СКА в своем большинстве очень часто и постоянно реализует голевые моменты заканчивая это голом но и тут не исключение и команда СКА наваливается на команду Кошечкина Гусев из-под Антипина выцарапывает шайбу передает пас Шипачеву и Шипачев забивает гол сравнивая счет 1-1 буквально сразу же после взбрасывания Ковальчук щелчком ударом бабочка направляет шайбу в ворота Кошечкина но вот облом шайба ударяется в перекладину и улетает вверх продолжает команда СКА активно и активно притинговать просто осаждая ворота команды Металлург здесь шайба угождает Кошечкина отлетает от Кошечкина за спину Кошечкин конечно не видит шайбу но еще бы чуть-чуть и шайба пересекла бы линию ворот но Антипин успевает отбить эту шайбу и если бы не Антипин то Каскиран то бы еще чуть-чуть бы и реализовал бы следующий гол команде Металлург просто происходит какой-то молниеносный быстрый обстрел команды Металлург Кошечкин всячески пытается отбиваться делать умопомрачительные сейвы Металлург везет и они остаются на две минуты в большинстве но команда СКА также продолжает интенсивно атаковать и поэтому команда Металлург такое ощущение как будто они не в большинстве а наоборот в меньшинстве очень много проходов к воротам Кошечкина защитники просто не успевают реагировать на молниеносную атаку команды СКА и здесь чуть ли Гусев не реализовал момент но к сожалению не получилось Воробьев просто нервничает ходит вза вперед по скамейке не может понять что с ребятами случилось почему такая фигня и почему команда СКА просто как будто вот как камень с горы свалилась и команда Металлург просто не может его удержать также очень много у команды СКА выигранных в вбрасывании что в своей что в чужой зоне и такое просто ощущение то что магнитка бегает просто за шайбой и не знает что делать итак у нас заканчивается первый период и по статистике первого периода два броска команды Металлург в сторону СКА а у СКА 17 бросков в створ ворот и 16 заблокированных бросков Кошечкиным итак у нас первый перерыв Воробьев просто охреневает и не знает что делать направляясь на перерыв я думаю свою команду приготовил железный кнут бурные эмоции кипят поэтому надо отправиться на небольшой перерыв итак перерыв у нас закончился и снова у нас продолжается хоккей начинается второй период тут же команда Металлург берет в свои руки инициативу но это продолжается недолго СКА перехватывает шайбу направляясь снова в зону магнитки Зубарев держит шайбу и Тимкин влетает ему на полном ходу прямо в колено ребята очень нервничают психуют и опять же команда СКА чуть ли не реализует свой момент барабанов и каблуков и если бы Кошечкин не остановил бы шайбу то Дергачев бы успел и был бы на добивании Тимкин психует таранит всех и вся все что можно можно понять команду Металлург как так мы играем дома и тут команда СКА нам просто преподносит такой вот сюрприз команде Металлург все же удается подобраться к воротам СКА и Зарипов делает пас и Прохоркин случайно задевает своего вратаря Шестеркина выбив его за линию ворот и тут начинается у нас куча мала команда Металлург всячески пытается высрапать шайбу магнитка начинает грубить грубая и грязная игра начинается и тут же Сантла у нас отправляется на скамейку штрафников на две минуты ударив Белова по клюшке за атаку игрока не владеющего шайбой СКА у нас в большинстве к сожалению ничего не реализовали спустя несколько минут игрок команды Металлург а именно Данис Зарипов отправляется на скамейку штрафников Херсли тоже отправляется на скамейку штрафников на две минуты эпизод какой шайба оказалась рядом с Зариповым Херсли пытается высрапать шайбу у Зарипова задевая слегка Зарипова Зарипову это не понравилось и он просто как топором рубит по своей клюшке по клюшке Херсли Херсли клюшка падает но на скамейке штрафников Херсли дает понять то что ему нужна замена клюшки клюшка поломана продолжается накал страстей и тут не выдерживает игрок команды Металлург Ян Коварш у них происходит стычка с Херсли и опять же два игрока отправляются у нас на скамейку штрафников самый такой вот наверное эмоциональный отличившийся игрок это Барабанов входя за ворота команды Металлург Барабанов делает финт поднимает шайбу на крюк и если бы не Кошечкин то Барабанову удалось бы реализовать финт Гранлунда Ковальчук пытается войти в зону команды Металлург но здесь же на него бросается трое и Асала просто таранит Ковальчука хотясь к борту оборачиваются запоминая кто его бортанул игра идет и потихоньку у нас шансы равняются уже не так атакует команда СКА Металлург потихоньку начинает у нас принимать инициативу тут же у нас опять отличается игрок команды Металлург Ян Коварш он сцепляется с Плотниковым и их обоих отправляет на скамейку штрафников и к середине второго периода по силовым приемам у нас команда Металлург обходит команду СКА со счетом 16-7 и на самом деле во втором периоде больше наверное нервов чем моментов спустя несколько минут Тимкина также удаляется на скамейку штрафников но здесь команда Металлург при выходе трое на трое Калетник забивает второй гол в ворота команды СКА тем самым команда Металлург ведет счет взбодрилась хватит уже отступать пора бы начинать атаковать во втором периоде на самом деле очень много силовых приемов со стороны команды Металлург потому что к концу второго периода уже счет по силовым приемам был 18-8 итак у нас второй перерыв после второго перерыва начинается третий период и тут же Мазякин выиграет вбрасок от защитников и идет один на шестеркина но шестеркин справился не дал забить еще одну шайбу команде Металлург в третьем периоде у нас преимущество у команды Металлург они начинают больше атаковать нежели чем СКА если в первом периоде команда СКА больше атаковала то здесь же все наоборот и переломный момент у нас наступил во втором периоде так Олетник у нас забил вторую шайбу тем самым в третьем периоде все перевернулось и уже команда Металлург атакует команду СКА команда Металлург проводит две хорошие атаки в сторону команды СКА тут отметить что Тереченко и Филиппи у них был хороший момент нереализованный по силовым приемам у нас уже в третьем периоде 2014 СКА пару минут пытается что-то сделать но слабо у них что-то получается к сожалению не удается никак им войти в зону и тут Додонов пытается повторить свой проход как было в первом игре но Ли запомнил это и не дает Додонову войти в зону третий период к сожалению для команды СКА складывается не очень удачно и вот уже остается у нас буквально две минуты до конца третьего периода Шестеркин покидает ворота игрок Сантала забивает третью шайбу в пустые ворота команды СКА и вот так вот у нас заканчивается игра со счетом 3-1 в конце третьего периода чуть ли у нас не произошла драка но судьи не дали этому свершится так друзья закончилась у нас вторая игра всем спасибо кто меня смотрел всем моим подписчикам и новым подписчикам и всем зрителям огромнейшего здоровья любите хоккей смотрите хоккей болейте за свою любимую команду всем спасибо